Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Герман, Ваше Превосходительство, уважаемый Сергей Анатольевич, губернатор Волгоградский, Преосвященные Владыки, дорогие отцы, братья и сестры, и особое мое слово, конечно, к родственникам тех, кто пострадал от страшных террористических актов. В первую очередь я ехал сюда для того, чтобы увидеть вас, и насколько могу, насколько хватает и хватит у меня сил поддержать вас в вашей скорби. Замечательно, что именно в это время в нашу страну привезена великая святыня, дар волхвов. К этой святыне прикасались руки самого Господа и Спасителя, потому что волхвы, восточные мудрецы, пришли поклониться ему и принесли дары, которые находятся в этом ковчеге. Золото, потому что считали его царем, Ладан, потому что, может быть, неведомым образом, но чувствовали, что родившийся младенец является собой божественное присутствие в мире, а Ладан возносится к Богу и Смирну. Смирна – это такое ароматическое вещество, которое было связано с погребением людей. То есть эти три дара приносились родившемуся младенцу как царю, как Богу и как человеку. За то время, пока эти дары находились в нашей церкви, им поклонилось почти полтора миллиона человек в городе Москве, Санкт-Петербурге, в Минске, в Киеве. И вот теперь замечательно, что в завершении этого пребывания святыни на нашей земле она привезена в ваш город. Ну а теперь, может, о самом главном. И мое слово обращено к вам, дорогие мои, к тем, кто особенно, остро переживает гибель своих родных, близких, увечья. Иногда люди, неверующие или даже борющиеся с церковью, задают такой вопрос, «Ну вот если бы Бог был, так неужели бы Он это допустил? А если Он это допустил, значит, никакого Бога нет». Вот это абсолютно ложное размышление используется против веры на протяжении двух тысяч лет. И несмотря на это, люди верят в Бога. А почему? А вот почему. Вот эти дары волхвов помогают понять, что означает присутствие Бога в человеческой жизни. если бы Богомладенец, если бы младенец, Богомладенец, родился во дворце, а не в убогой пещере, где скот содержался в зимнее время. Можете себе представить молодую женщину, которая рожает в этих скотских условиях? Вот с чего начались первые вздохи Богомладенца в этом мире. С этой холодной пещеры, с хлева, в котором причистая Дева Мария родила Господа Иисуса Христа. Ну и затем Он не взошел по парадным лестницам в какой-то дворец. Он не поднялся по карьерной лестнице вообще. Он не имел ни власти, ни силы, ни денег. Он был простым плотником, которого каждый мог обидеть. Он был в самом низу человеческого социума. Ну ладно бы. Живут же плотники и неплохо зарабатывают. И дети у них, и внуки, если не пьют особенно. И все хорошо в жизни. Господь Иисус Христос начинает проповедовать. Будучи не учителем, не ученым, не священником, а простым плотником, Он начинает проповедовать людям такие истины, которые переворачивают сознание мудрецов. Он говорил то, чего о нем не говорили. Он открыл перед людям такую перспективу жизни, захватывающую перспективу вечности, о которой люди не помышляли. Он дал нам закон. И если будем исполнять этот закон, будем счастливыми. Это закон любви. Сейчас так много говорят о любви. Телевизор включаешь на одном канале про любовь, на другом канале про любовь, на третьем про любовь, и все не про любовь. Потому что о настоящей любви никто не говорит ни одного слова. А Христос не только сказал, что закон любви, основной закон жизни, а Он это показал на своем примере. Вы знаете, что не будучи виновным, Он был арестован. Потом Его тяжко истязали, пытали. Страшные пытки. В то время людей неблагородного звания, неримских граждан при допросе избивали плетьми, войлочными плетьми, на конце каждого из этих волосков находился стальной шарик. И вот мощные, сильные римские легионеры били этого человека до тех пор, пока его тело не превратилось в кровавую кашу. За что? Только за то, что Он открыл людям этот закон любви. Призвал их жить иначе. А потом потащили на Голгофу, заставили крест нести, распяли, и Он умер. То есть Он претерпел такие страдания, которые мало кто претерпевает. Вот если бы Бог, как я сказал, явился нам в лице царя, или преуспевающего бизнесмена, или какого-нибудь почитаемого всеми учителя, осыпанного благодеяниями общества, вот тогда Его Евангелие, Его Слово, ничего бы сегодня для вас, тех, кто сегодня так страдает, ничего бы не стоило. Но Он пострадал больше, чем вы. И Он пострадал больше, чем любой из людей за всю человеческую историю. Зачем Ему нужно было пройти через эту бездну страдания, а для того, чтобы нас с вами вооружить, способностью преодолевать эти страдания и способностью идти на страдания во имя высшей идеи. Я сегодня особенно скажу о трех лицах, которые были взорваны на вокзале, исполняя свой долг. Может быть, на эту тему даже много и не надо говорить здесь, в Волгограде, в историческом Сталинграде, где сотни тысяч людей погибли, исполняя свой долг. И может быть, опять-таки, для кого-то это все безумие. Ведь раздаются и сегодня голоса. Зачем было защищать Ленинград? Надо было его сдать. Нет ничего выше жизни. Бог нас учит другому. Многое есть больше, чем жизнь человеческая. И всякий раз, когда мы отдаем себя любым способом, то ли разделяя свое время с человеком, то ли отдавая ему свое внимание, то заботясь о нем материально, то отдавая ему кровь, или отдавая жизнь, мы и являем подлинную любовь. Потому что любовь всегда связана с жертвой. Господь взошел на Голгофу именно потому, потому что он любил людей. И он призвал нас любить. А у любви нету предела. И даже смерть не является пределом любви. И верим, что каждый человек, который живет по этому закону, каждый родитель, который любит своих детей, каждый муж, который любит свою жену, каждая жена, которая любит своего мужа, каждый человек, который испытывает добро в сердце к другим, и во имя этого может пожертвовать, в том числе и своей жизнью, это человек, который живет по закону Божьему, и получит от Бога и в этой жизни, и в жизни будущей. Я бы очень хотел, чтобы, прикасаясь к этой великой святыне, к дарам волхвов, вы вспомнили об этом, младенцы. Вспомнили о Господе Иисусе Христе, который, принеся всем нам великий закон подлинной жизни, закон любви, призвал во имя любви отдавать себя другим. И как Христос воскрес, третий день после Голгофа, так мы все воскреснем к жизни вечной. Если бы не было вечной жизни, то мы бы здесь с вами не стояли. Если бы не было вечной жизни, то человечество не могло бы развиваться, не возникало бы ни философии, ни искусства, ни науки, потому что что означает человеческая жизнь в 70, в лучшем случае в 80 лет. Это миг, это мгновение. Зачем мы тогда учимся, работаем, трудимся? Нам иногда говорят во имя будущих поколений. А разве будущие поколения имеют большую ценность, чем нынешнее поколение? Разве поколения ветеранов и защитников Сталинграда имеют меньшую ценность, чем нынешнее поколение? Каждый человек имеет неприходящую ценность. И нельзя ссылаться на будущее, совершая что-то сегодня. Мы совершаем добрые дела, мы растем, мы живем, потому что со смертью не кончается человеческая жизнь. А если бы было так, то все бы наше существование было безумием, лишенным всякого смысла. И потому я хотел бы сказать, особенно тем, кто сегодня страдает, не страдайте, то есть невозможно не страдать, но не надламывайте себя чрезмерным страданием. Утешайтесь в молитве, молитесь за ваших умерших. Помните, что очень скоро вы лицом к лицу с ними встретитесь. Ну что такое 40, 30, 50 лет? Мгновение. Эти люди живы. Часто они являются нам во сне или даже в видениях. Этими случаями наполнена литература очевидцев. Это действительно те, кто живы, а не кто умер и ушел в неведомое. Потому что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых. Вот я и хотел первое, чуть укрепить вас этими словами. Всех, кто страдает сегодня, особенно оплакивает своих родных и близких, умерших, а также тех, кто потерял здоровье в результате этих террористических актов. И последнее, о чем бы мне сегодня очень хотелось сказать. Не случайно враг избрал Волгоград местом своих гадких деяний. Об этом мало кто говорит, но патриарх должен сказать. Нам объявлена необъявленная война. Что означает эта череда актов? Страшных террористических актов. Может быть, теперь на примере Сирии мы понимаем, чего хотят наши противники. Они хотят уничтожить Россию. Великий форпост православия. Великую страну со своей собственной духовной культурой, не сломив которую, нельзя многого добиться в мировом масштабе. А если это война, то все мы должны быть мобилизованы. В первую очередь, мы должны быть мысленно, духовно мобилизованы. Отмобилизованы должны быть наши войска, наши специальные службы. И все население должно быть отмобилизовано, в первую очередь, на готовность помогать друг другу. Никто не может пройти мимо страдающего человека, который попал в такую ситуацию. Это тот, кто упал на поле брани. И как наши санитарочки ползали здесь, в Сталинграде, вытаскивая из окопов солдат, так мы сегодня должны протягивать руку помощи. И к семьям погибших, и к самим людям пострадавшим. Не должно быть безразличия. Не должно быть веселья на костях. Вот почему я всегда говорю о том, что если происходит террористический ад, должен быть глубокий и настоящий траур в стране. Это боль, которая всех нас касается. А быть отмобилизованным, это означает сохранять единство нашего народа. не давать возможность разорвать это единство, столкнуть, спровоцировать, сделать в России то, что сейчас творится в братской Украине. Мы все несем ответственность за родину свою, так же, как за нее несли ответственность солдаты, защищавшие Сталинград. Я верю в том, что Господь будет с нами. У нас очень сильная вера. И даже вот эти посещения России святынями, как много они дают людям. По 12 часов на морозе стояли в Москве и в других городах, чтобы прикоснуться к этой святыне. Есть духовная сила. Иначе быть не может, потому что история наша окрашена подвигом святых новомучеников земли нашей, которые сегодня молятся за свое Отечество пред Богом. Я хотел бы поблагодарить вас, Владыка, духовенство за то, что проявлялось милосердие и забота в то самое тяжкое время, когда мы все, застыв у экранов телевизоров и не имея сил ни о чем другом думать, смотрели на происходившее в Волгограде. Я хотел бы также поблагодарить местные власти и всех тех, кто принимал участие в быстрых ликвидациях последствия этой катастрофы, в оказании помощи тем, кто пострадал, и особенно помощи тем, кто потерял родных и близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok